сейчас уже наверное кое-что пропущу у них когда они дадут плоды это будут их общие дети и потомки будут родными нас интересуют эти потомки почему потому что обладая абсолютно разными качествами здесь допустим это королевский а это например дальний восток в этом понамешано уже столько всего потому что рядом с ним третий сосед дель с украины два канадских сорта понимаете о чем я говорю я говорю о том что вот я выслал семена в швейцарию там через не напрямую но выслал так и получается что какие из тех которые выживут вырастут составит основа этого сада купили немало и получается что некоторые напрочь не пойдут некоторые будут расти огромные и не давать плоду а некоторые придутся там еще будет зависеть опять от рельефа местности от состава почвы и каждый год на год не приходится и вот здесь вот здесь вот у них понамешано это две крайности понамешано такого а теперь заодно ладно семена не это профсертификация не сегодняшняя тема но с чего начинается один раз я благодарю неизвестно кого кто-то где-то публиковал ну надо же но я не больше трех советов у меня со стороны сотня своих вот если вот одних что надо их сушить на солнце вроде бы мне кажется что это это сам лысенко трофил это придумал что и он тогда про картошку на солнце не помню но факт то что с этого момента я сказал себе раньше сушил на балконе а там лететь и стекло или тень не смотря где солнце или стекло а здесь солнечные лучи но это у меня вырвалось потому что тем всегда несколько вот допустим студент увидит еще тут увидит все равно что-то должен промычать должен сказать вот он под пол вы поверите осталось полторы банки как я это самый не старался он же сколько вы это никто не один человек не кинет камень что я их не это сам выкинул сгноил никто не скажет это уникальная вещь она и как и знаете каждый год я вот показывал на себя ли сразу после сбора через месяц он же показывал только в другом месте хранил понравишься в другом месте видео и опять столько же банок вот и я думаю господи был момент приедут ученые поговорю расскажу объясню как сильно обращаться как статифицировать у меня особый случай на течение закончил там много еще важного вот много 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 поливкина пойдете связь увеличить зубы учителя на этом закончу и так смотрите чего хотел сказать разбила меня поливкина а вспомнил я один раз года три назад а вот еще у меня были еще вебинары другие платные для этого сомневаюсь кто-то из вас помните вообще слышал и так мой опыт посадки осенью про него я рассказывал 1500 костик еще на острове распахан участок посаженные вот на таком расстоянии друг на друга так как два раза больше чем помидоры садил вот так 1500 зашло 170 посчитал естественно садил под зиму может быть в октябре остальных судьба я не знаю я тогда не догадался копать смотреть потом узнал что мыши воруют и складывают их отдельно аж от зимой то есть вначале плодовку возможно это их работа возможно не взошли возможно взошли но оказывается вороны любят их выплевать ну и тогда они же ранее допустим еще зелени нет они уже лезут это же ранее фрукт 170 и вот я получаю письмо из Иркутска где мне говорят пришлите нам я тогда все помню я продавал по 10 рублей косточку даже может им самым первым и такой наивный вот тысячи штук пришлите я запросил с ним 10 тысяч рублей по тем временам на лет двадцать прошло 20-25 лет чуть ли не первые покупатели а печататься и опечатался 100 штук еще руководителя этой организации сказал мне отдельно 100 штук этого 1100 за 11000 рублей это было круто я ничего не учил проходит время если бы мне найти это письмо в архиве как она была написана смысл примерно такой не то что прямое обвинение вы нам пожалуйста объясните почему у нас из тысячи стоп зашло 86 я как мог ответил я не могу как я точно отвечу не засутирую его посадили и по зиму вот от мужей спасали или не спасай можно сертифицировать вот может быть мало времени сутер может быть наоборот это общем там куча нюанса вот такой ответ посол больше связи не было но мне было предъявлено обвинение объясните боя почему и взошло так мало понимаете вот для чего чего нужно диски нужны эти вот пусть бы вам этот александр алексей черепы сказал зря я там рассказывал все это на вебинар сказка его с указкой в руках вот почему это они же меня же корот там же костик то и накупили и вот получается что я ждал ученых много лет ждал я думал так заключусь и месть вроде договора ждал ждал не дождался когда ко мне позвонил и сказал прислите мне саженцы значит александр юрьевич александр юрьевич челябинского господи каждый раз то помню то не помню сейчас скажу ну сейчас по ходу и заказал у меня саженцы 3 привитых потом на через год сказал что через два что ваши плоды получились несмотря на ураган на наград страшные пожелка слова к делу не пришьешь в три раза крупнее наших спасибо ему за это слово вот ну а просеянцы с под этого взятые из-под манджурского абрикоса и я не спросил он не сказал а потом прошло лет 10-8 и следующий разговор такой пришлите мне еще вышли 20 тысяч рублей пришлите мне эти самых тысячу косточек в двух мест айногорский собакан и вот я его спросил как мы и поживают а потом оказалось что не просто поживая это мировая сенсация потому что она повторилась научном саду вот единственное конечно я вспоминаю так господи не жале трудно было сказать у кого взял эти самые а сейчас все косточками торгуют правда не 25 рублей как я по 100 рублей теперь это золотое дно вот всем открытую рекламу дал это мои потомки я должен гордиться осталось чувство горечи ты выдаешься садовод ты вовремя унюхал время перемен ты вовремя мою технологию по принципу не мешать расти вот уж у него в саду не где тебе искусственный стамбов не прореживание ничего даже не поливает так же как я но и будут вручи когда-то ты будешь баллотироваться в академике ведь припомнят же даже не разу это ты три материала виду доклад виду реферат виду вот рекламную статью видов и вот я ждал ждал думаю и все-таки и каждый год опять набью придет это урожай опять набью погреб вот так вот будете столько я буду продать ладно будем считать что наше время истекло если что-то из того что еще скажу я может быть может быть все так очень важно скажу мне осталось 10 минут это все мы будем проходить позже почему в тени штаб такой вот и почему нельзя обрезку делать груша вообще нельзя дело и выдающая садовода которая не знает что это есть естественная форма фотографии не моя вот он вот такую фотографию взял бы в своей книге почему нет почему свои книги его это а потом пошло на кольцо и прочее прочее мы в следующем году проходить пирамидальная крона ведь видишь и пирамидали за что что ты расширяешься ну чего ты учишь ради книги учить калеча деревьев чтобы потом перевод на по отношению это моё только лучше бы не переводить все это будем проходить проходить старая фотография это для учебника здесь отсыхает здесь надо отрезать замена растет не дать надо взять и замену это извините чуть ли не выматерился и от надо волоски будущую крону несколько мне долдычит 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 вот она форма груши то она совмешаете плодоносит что ли придет пора распластается это груша это в моем саду снято если не воровал фотографии в этом гигант подмосковье но это еще ладно потом до 500 граммов мы с этим соревновались отдаю первое место в очередной раз черенок переехал к нему мой черенок мне его прислалась москвой это самая бараховская у него в груши 500 40 у меня 500 все а вы думаете переживай за это нет ребят 30 35 ведер дает этот год немножко похуже молодежь наше будущее вставлять это куда надо было отрезать ну я сейчас все еще испорчу сам еще вебинар все вот она пирамидальных вот он а ну что академик но нельзя же так-то раскрытие кроны чтобы сгнил штамп и корни не знает этого не знаю ту как так присоединился что строительство на свете ну вот она обрезка это я уже показывал песню пою где крыша дома твоего ну ну чего хватит а то мне действительно нечего будет показывать следующий раз так мы с вами расстаемся на 5-7 минут